На сегодняшний день в Сирии от террористов освобождены более 500 населенных пунктов. Правительственные войска и отряды ополчения практически полностью контролируют Латакию, большую часть провинции Хама, Хомс, Дамаск, район Пальмиры. Эти данные сообщил журналистом официальный представитель Министерства обороны России Игорь Коношенков. Прессу пригласили на базу Хмимим, где базируются наши самолеты, радиус действий которых позволяет им работать в любой точке Сирии. О боях на земле, в воздухе и на информационном фронте репортаж Дмитрия Зайцева. Режим прекращения огня в Сирии не устроил террористов. Накануне российской и американской стороны совместно с официальным Дамаском и умеренной оппозицией договорились о перемирии на 24 часа в Алеппо, но оно было сорвано. Из мест, где дислоцируется террористическая группировка Джабхата Нусра, была предпринята попытка наступления. Более того, были нанесены несколько ракетных ударов по жилых кварталам Алеппо. И практически на сегодняшний день этот режим тишины был сорван со стороны террористической группировки Джабхата Нусра. Сейчас предпринимаются все меры и со стороны российского центра примирения, и со стороны наших коллег американских и самана. Ведутся переговоры для того, чтобы все-таки добиться режима прекращения боевых действий. От террористов уже освобождены провинции Латакия, частично Хомс, Хама и Дамаск. Переговоры идут на фоне новых провокаций, уже информационных. Так, в конце апреля появилась новость об авиударах по больнице Аль-Кутс в провинции Алеппо. В сообщении говорится о массовой гибели мирных жителей, но российские разведданные опровергают это. Хочу вам представить данные фотографии от 29 апреля. Вот здание этой больницы в населенном пункте Алеппо, Аль-Кутс. Вы видите, что здание практически разрушено. Эта съемка сделана с нашего беспилотника 29 апреля 2016 года. Мы не поленились. Взяли и обратились к съемкам, которые были сделаны нашим космическим спутником 15 октября 2015 года. Вы видите, что характер разрушений и разрушения данного здания практически одинаковый. Чтобы таких вбросов становилось меньше, российские военные решили пригласить иностранных журналистов в Сирию. На заключительную репетицию парада, который пройдет здесь, на авиабазе Хмимим, 9 мая, российские военные пригласили более 120 иностранных журналистов. Снимать на фото и видео разрешено абсолютно все, будь то техника или личный состав. Италия, Германия, Франция, Китай и многие другие страны. География участников сегодняшнего пресс-тура обширна. Пишущих и снимающих журналистов российское министерство обороны регулярно приглашает в Сирию, чтобы те смогли увидеть все своими глазами. Нам интересно показать, что происходит в Сирии. Любопытно посмотреть, какие изменения на авиабазе. Я была 4 месяца назад здесь и также по приглашению Минобороны. Это было интересно и в первую очередь для меня самой. На этот раз на приглашение наших военных прилететь на авиабазу откликнулись и журналисты из США. В прошлый раз, когда российская сторона предложила посетить только что освобожденную Пальмиру, сотрудники американских СМИ почему-то от поездки отказались. Впрочем, и сегодня ничего не комментировали. Нет, нет, я не могу говорить с вами, потому что по правилам моей компании мне запрещено давать интервью кому-либо. Зато российские военные отвечали на любые вопросы. Операторы, которые работают непосредственно на линии соприкосновения, которые фиксируют все нарушения. В российский центр примирения враждующих сторон открыты здесь же на авиабазе. Иностранных репортеров пускают небольшими группами, чтобы те успели все посмотреть. На мониторах подробная информация, где и сколько боевиков сложили оружие, какие города и села пока еще заняты террористами. Журналисты буквально засыпали военных вопросами. Действительно ли часть самолетов уже вывели? Или вот, например, каково снаряжение на российских бомбардировщиках? Все ответы не только в интервью. Репортеров пригласили в святая святых, на летное поле и подробно показали, какие боеприпасы подвешивают крылатым машинам. Хорошо организует Министерство обороны и все показывает, которое у вас есть. Это в мире невозможно. Такое показывает военный секрет для иностранных корреспондентов. Специально для иностранных гостей российские военные подняли в воздух практически всю авиацию. От боевых вертолетов до истребителей и транспортников. Прямо со взлетной полосы некоторые коллеги выходили в прямой эфир. Журналистам показали и бытовые условия летчиков. В таких модулях проживают сразу четверо сослуживцев. Есть телевизор, кондиционер, холодильник. На каждом доме табличка с названием улица и порядковым номером. В самом центре мини-городка библиотека с большим выбором книг и скоростным интернетом. Дмитрий Зайцев, Вячеслав Архипов, Игорь Львов и Юлия Ходорова. Первый канал. Сирия.